Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях Максат Байле, автор книги «Илиада. Глазами тюркологов», в которой он утверждает, что греческий эпос был заимствован от кочевников Великой Степи. Здравствуйте! Здравствуйте! Вкратце можешь объяснить, что такое «Илиада», в чем ее значение? Напомнить просто зрителю. «Илиада» – это самое великое произведение для всего мира, для всего мира, который описывает про оборону и взятие Трои. Это такой древний, так сказать, греческий город. Сейчас он находится в Турции. Там очень интересно, там многослойно. И город существовал в течение трех-четырех тысяч лет. И вот этому событию, этой войне посвящена книга «Илиада», значит, приписываемая Гомеру. Только еще неизвестно, что Гомер ли писал, и вообще Гомер в каком веке жил. Когда «Одиссея» была написана, когда «Илиада» была написана, это все, значит, очень пеленея истории в тумане. Но утверждается, что события XIII века до нашей эры написано уже на бумаге, все это зафиксировано в VI веке до нашей эры. А до этого было просто в устной форме? Ну, значит, утверждается также, это было устное народное творчество, так сказать. А потом его Гомер собрал и вроде бы сам записал. И утверждается, что известно два произведения Гомеровских, это «Илиада» и «Одиссея». Я утверждаю, что это Гомер, если писал, значит, «Илиаду», то «Одиссею» писал другой человек, потому что они отличаются. Но вы утверждаете, что «Илиада» имеет именно происхождение тюркское, кочевое, степное, да? Какие у вас есть к этому факты? Да, факты просто, можно сказать, что прямые кальки, понимаете? Прямые кальки, я взял те слова, которые утверждаются, что это именно греческие слова. Вот здесь, это, значит, редактор здесь, академик Зайцев, и он ссылается по, значит, что это именно греческое выражение, что это именно греческая идиома, это фразеологизм. И он утверждает, все эти я взял, конечно, не уместилось бы в этой книге. Вот, в этой книге. Но то, что уместилось, я писал, а остальное оставляю другим. Ну, например, какие, вы говорите, кальки? Да, вот смотрите, вот я показываю академические издания 90-го года, 1900. Вот они все, вот совпадения, понимаете? Совпадения с тюркским эпосом? Совпадения с тюркским эпосом, да. А с каким, например? Ну, например, Хобланд, Албамас, Хрмнахрхматера, Соркбагатери Крыма. Просто наши обыкновенные слова. Ну, например, какие? Например, вот, вот, например, Ветроногая Афина, Ветроногая. Какой народ говорит, допустим, Европой Ветроногая, Ветроногая? Казахи говорят Желяяк. Желяяк, да, есть такое выражение. То есть, быстро ноги имеют в виду. В нашем обиходе это. В сегодняшнем обиходе. В сегодняшнем. Или же Легконогая Марписа, Легконогая. Почему Легконогая? А яхжемель казахи говорят. Легконогая. Это значит удачливая. Ну, женщина, которая очень быстро рожает и тому подобное и так далее. А в современном греческом так не говорят? Да нету. Ни в каком языке так не говорят. Или же быстроногий ахилл. Кто говорит быстроногий? Ну, в русском языке есть такое? Быстроногий ахилл? Может, это русский эпос? Я не знаю. Быстроногий ахилл. А, елдерам боязит. Знаете же, да? Да, да. Быстроногий боязит. Вот такие вот. Или говорят, вот выражение сугубо греческое с Ильядой. Возвратиться от врагов. Не с войны, не с какой, а вот именно возвратиться с врагов. Да, в русском языке немножко двусмысленно звучит, как это от врагов возвратиться. Казахи говорят, джаудан хайту, возвратиться от врагов. В том смысле, что с войны вернуться. Так? Да. Да, да. Или упасть сюда. Упасть сюда. Так? Кто говорит? Никто не говорит. А казахи говорят. Мы к вечеру упали в город Уральск. Упали. Значит, достигли. Это понимаете? Понятно. Вот если понятно. Допустим, вот греческие выражения. Черные бури, черные волны, черный корабль, черные боли, черная держит могила и тому подобное и так далее. Никто же не говорит так. Казахи говорят. Казахи говорят, черные бури. Хара даул. Хара толхан. Хара кеме. Хара орн. Ну, в данном случае под словом хара не черный имеется в виду, да? Нет. Черное в казахском языке означает и черное, и могучее, великое, большое. И для древних греков точно так же обозначало. Ну, может быть, какие-то обычаи характерные для степняков, для кочевников, а для греков не характерные вы тоже встречали в поэме? Да, конечно. Например? Хотя бы взять захоронение, сжигание трупа. Греки сожгли и Ахилла, и Патрокла, и, как его, герой, самый главный герой? Ахилла. Агектора. Агектора. И казахи так же, значит, не только казахи, но и древние тюрки. Ну, мы в Курганах же хоронили вроде бы. Не обязательно. Вот, допустим, древние тюрки, так? Найдите могилу Культырина или Бельгахагана. Там написано только, что такому числу Аким Хаган, вот что. Улетел. Улетел, да. Сожгли его. Или же в нашем фольклоре, говорит, менону, стабалайин сьёгнорт хажагаин. Сожгу его кости. Да, сожгу его кости. Ну да, частичная кремация, конечно, была, но не так распространена. Может быть, какие-то еще обычаи, именно этнографические вещи встречаются? Допустим, гадания на лопатках, на козьих лопатках. Абсолютно верно. Абсолютно верно. И у них, и у нас. Да, у руншай у нас. Или же, допустим, поклонение волку. Понятно. Да. Мы утверждаем, что мы сыновья волка, там, потом и так далее. А римляне утверждают капиталистская волчица. Вы помните, да? Угу. Два римляне сосут её. Угу. Это, значит, этрусская, этрусская. Если мы говорим этрусская, то мы должны говорить и про 13 век и тому подобное и так далее. Что для этрусского это был священный волк, а у них еще и проводились праздники почитания волка у этрусков. Ну вот, ага, если в поэме столько знаков, символов, которые из степи, да, происхождение, как вы утверждаете, может быть, еще какие-то следы есть степного влияния не только в поэме, а в другом? Вот, смотрите. В быту, в технологиях. Значит, не я утверждаю, они сами утверждают. Допустим, более 300 греческих писателей в своем творчестве писали антискифа. Более 300. Более 300. Это немаловажная цифра. 300 греческих писателей писали. Также они утверждали, что скифы дали нам колесо, они утверждали. Дали нам якорь, дали нам телегу и тому подобное и так далее. Не я утверждаю. Даже якорь. Вот, допустим, плений секунд старший, ссылаясь на Аристотеля, 330-й год, это Аристотель, он говорит, смешивание меди изобрел скифлит. Это смешивание меди, знаете, да, это бронза. Ну да, медь-то произошла, в принципе, отсюда и степи пришла, получается, в Грецию, да? Ну, об этом можно говорить очень много. Да, отдельная тема. Я исследовал, значит, путь меди, нигде не прослеживается. Один пример могу сказать, что в Жизхазгане, вот в нашем, обнаружено было в царствовании Александра 6 тонн 300 килограммов слиток меди. А в Петербург повезли только там 600 килограмм, что ли, потому что куда 6 тонн? Вот, значит, начиная от Каргалов, это Оренбургская область, вплоть до Алтая, это все одни цветные металли, значит, медь, олово, золото. Но это все добывалось у нас и свозилось туда, получается. Да, об этом много очень данных. А какие-то еще свидетельства есть, какие-то обычаи или находки древние, которые показывали? Прослеживаются только находки, значит, греческо-скифских параллелей, это начиная от 6 века до нашей эры. Это явная торговля, допустим, бронзовые котлы, вы знаете, да, бронзовый котел Ариана, вот, допустим, царь, чтобы узнать, сколько у него воинов, издал приказ, чтобы подной наконечник стрелы, и когда он получил, из них сотворил котел, который вмещает себе там 13 тонн воды, тому подобное и так далее. В этих котлах, разумеется, нельзя сварить пищу. Ну, это символ такой. Да, символ такой. Как тайк-хазан у нас, да? Котел, знаете, это символ чего? Единство, как общность. Это семьи, достаток семьи, вообще-то котел Ариана – это достаток народа целого, понимаете? Вот, а сюда ближе идем, который в Туркестане стоит котел, который 3 тонны воды вмещает, это оттуда идет переимственность и сюда. Например, те же вещи, которые мы находим в Азарихских курганах, те же одежды, те же потники, те же седла, которые казахи до сегодняшнего ездят на них. И они там обнаруживаются, в Греции? Обнаруживаются, да. Хорошо, если такое масштабное влияние на Грецию из степи, то нам даже объясняли по идее, что все идет из Греции, самая древняя такая развитая цивилизация. А вы утверждаете обратно, мы влияли на них. А в чем причина этого? Арман, вот вчера утверждали, что казахи открыли глаза после 1917 года в связи с революцией. А сейчас получается, что получается? Оказывается, равноценные тутанхановскому богатству золотой человек обнаружено. Восемь золотых человек обнаружено в Казахстане. Это не культура разве? А наши письмена, которые тянутся... То, что написано топором... Пером. Пером. Не вырубишь топором, говорят русские. Так эти наши письмена, они высечены на камне. Чем их можно вырубить? Мы читаем его... Вот я читаю, этими письменами занимаюсь. Я читаю, как их казахские... Как будто вроде 50 лет назад написанные вещи. Так он дальше же идет. Иссыкские чаши написаны. А он идет дальше, дальше, дальше и идет кетрусским письменам. Ну, то есть вы утверждаете, что древнейшая, даже более развитая цивилизация была в степи, чем в Греции, да? Ну, если бы... Если бы тогда, тогда шла... Сейчас идет оттуда культура. Если бы тогда шла оттуда культура, то греки не писали бы, что колесо изобрел эскиф. Такой-то, и тому подобное, и так далее. Ну, спасибо вам большое за беседу, за книгу. Дай вам Бог новых открытий. Напоминаю, с нами был Махсад Байле, автор книги «Илиада глазами тюрколога». Читайте эту книгу, и следуйте за мечтой, будьте...